Итак, коллеги, всем доброе утро, особенно тем, кто так рано встал, если вы еще после автопати. Видимо, есть большие склонности к кулинарии у вас, это прекрасно. Постараемся не ушнуть, пока будем готовить. Давайте скорее знакомиться. Зовут меня Надежда Потаенко, в IT я 7 лет, пришла в IT из банковской сферы на позицию системного аналитика. Несколько позже переквалифицировалась в QA и вот по сей день эти две профессии периодически совмещаю. Также за эти 7 лет успела себя попробовать в разных ролях, была скромастером, была тем лидом и даже продукт-оунером. И на данный момент являюсь тех лидом и head of Android QA, одного из флагман-продуктов компании Центр финансовых технологий. Если кто-то из вас вдруг подумал, что мое желание создать профессиональное сообщество было каким-то таким сферическим в вакууме, то это ошибка. Потому что мое желание было очень прозаичным и бытовым. И началась моя история в тот момент, когда в 2016 году, впервые зарелизившись, вот этот вот прекрасный продукт, денежные переводы онлайн, просто взорвал рынок финансовых услуг в своем целевом сегменте. И вот тут придется пару слов про продукт сразу, потому что у вас, наверное, в голове сейчас когнитивный диссонанс. Что там где в финансах взорвалось, в финтехе, кто там куда ворвался, я не слышал. Правильно. Потому что сама по себе система денежных переводов «Золотая корона» родилась далеко не в 2016 году. И к 2016 она уже прочно стояла на позиции самой крупной системы денежных переводов без открытия счета на территории России и СНГ. Просто в 2016 году мы дали нашим пользователям возможность начать отправлять переводы не только из офлайна, как раньше, но и через веб и мобильные фронты. И вот тут вот нас начало потихонечку взрывать, потому что получилось так, что несколько миллионов наших активных клиентов резко устремились вот в эти вот мобильные фронты. Стало понятно, что продукт залетел, он востребованный, его надо развивать срочно. И получилось так, что высокая востребованность продукта нас заставила очень быстро вырасти. За три года мы увеличили с 7 до 200 плюс человек. И в какой-то момент сложилось так, что наши старые производственные процессы просто перестали работать. Мы вынуждены были отправиться на поиски новых конфигураций. И вот моя история о том, как необходимость отрефакторить ваш обычный производственный процесс, может вам продиктовать необходимость формирования гильдии профессионалов. Та гильдия, о которой мы будем с вами говорить, это 25 QA Android инженеров. Кстати говоря, поднимите, пожалуйста, руки есть в зале, причастные к качеству, потому что мы будем с вами говорить сегодня о процессе качества. Отлично. Но если вы никакого отношения к качеству не имеете, ничего страшного, потому что те рекомендации, которые я буду давать, легко портируются как на команду разработки, так и на команду аналитики. И в целом доклад потенциально может быть полезен даже там agile guru, возможно. В общем, всем тем людям, которые ищут точку опоры для создания профессионального сообщества, но пока что ее не нашли. Итак, хватит вступлений. Пойдемте к холодильнику, посмотрим, что там было на тот момент, когда я начинала готовить. Ну а в холодильнике, как я уже сказала, был 2016 год и реальный юникорн, то есть продукт, который мы зарелизили, который начал приносить деньги. И вот для нас это были годы прям чистого agile, потому что была сравнительно небольшая команда. Мы все сидели в славном городе Томске, мы все были, естественно, экспертами в продукте, потому что мы его вот только что зарелизили. Мы прекрасно понимали, куда этот продукт развивается. У нас был вот такой бэклог. Короче, нам казалось, что все идеально. Ну, как это часто бывает, заказчик наш был с нами, конечно, не согласен. И в 2017 году мы от него стали все чаще получать вопросы. Ребят, о чем мы так долго релизим? Я вот хочу через две недели АБ-тесты провести, а через три недели я хочу UX-исследование на фокус-группе. А мы такие, ну, мы тебе дадим, конечно, эту сборку, ну, там, через месяц. Он говорит, вы что, больные вообще, как бы у меня фокус-группа через три недели уедет, она мне зачем через месяц ваша сборка вот эта вот. Ну, и мы отвечали ему в основном, ну, блин, сорян, но у нас просто рук не хватает, мы как бы не можем так быстро и много производить, как ты хочешь. Окей. Просили, получайте. Настал 18-й год, и боги провозгласили год найма и новых рук. Мы начали расти, причем расти мы начали не только в Томске, но еще и в Новосибирске и в Питере параллельно. И если вы посмотрите на график, то 18-й год мы завершили на отметке примерно в 130 инженеров в трех локациях, а 2019-й год уже на отметке в 200 плюс инженеров в трех локациях. Это где-то около 30 команд, которые вот сейчас на данный момент совместно все пилят один и тот же продукт, денежные переводы онлайн. Что хотели от этого роста? Ну, понятно. Хотели производить много, хотели производить быстро, сокращение ТТМ. По факту получили совершенно иную картину. В какой-то момент, когда нас начало взрывать по количеству людей, мы эту скорость разработки не то что не увеличили, мы ее просадили более чем в два раза. Вместе с этим обрушили во столько же качество продукта. И бонусом еще получили такой классный факт, как выгорание ключевых членов старой команды. Ну, почему так происходило, я думаю, все понимают. Мы просто-напросто росли быстрее, чем успевали адаптировать наши процессы. И здесь, конечно, основная боль у нас заключалась в отсутствии качественного онбординга, потому что продукт финтеховский, он реально сложный и состоит из множества слоев интеграции. И да, надо потратить время для того, чтобы человека погрузить не только вот в эту техническую составляющую, но еще и в так называемую бизнес-логику. И вот это то, чего мы обеспечить на тот момент не смогли. Но это была не единственная наша проблема, как оказалось. Из-за синхронности найма через некоторое время я обнаружила, что у нас очень сильно отличается понятие о нормальном уровне хардскиллов по локациям. Ну, например, в Томске инженеры предпочитали вести тестовую документацию в виде чек-листов и подробно там особо ничего не расписывать. В Питере наши коллеги считали, что это хаос и бред, и каждое там ответвление флоу должно быть покрыто такой стопочкой тест-кейсов. Или там другой пример. В Новосибирске инженеры считали, что побегать за аналитиком и дожать из него какую-то недостающую информацию — это окей. В Питере ребята сказали, как бы, ну нет, должен быть четкий definition of ready, мы ни за кем бегать не будем. И та и другая точка зрения — это имеет право на жизнь, но вот непонятно было, как это все дружить теперь. Ну и главная больная фоновая тема всего 18-го и 19-го части 2019-го года заключалась в том, что несмотря на то, что у нас стало много команд, которые в изоляции друг от друга производили, это вполне себе годные фичи. Но когда приходило время, эти все фичи вместе сливать, у нас стабилизацией, сборкой, багфиксингом, поставкой впрод, занималась по-прежнему одна и та же релиз-команда, которая, естественно, не могла через себя пропустить качественно вот такой вот объем производства, не могла обеспечить качественную поставку. Вот в этой команде на тот момент находилась я сама. И выпуская релизы где-то раз в 2-3 недели, мы на работе просто горели, потому что мы там жили до 12, до 2 часов ночи. Понятно, что мы токсичили, понятно, что мы вообще ненавидели всех вот этих людей, которых зачем-то там кто-то нам нанял. Короче, в какой-то момент, когда я поняла, что надо спасать коллег по цеху, и желая избавиться вот от этого бас-фактора в виде единой выпускающей команды, подумалось мне вдруг, что было бы неплохо попытаться привлечь к процессу регрессионного тестирования и к релиз производства вообще QA-инженеров из фичекоманд, которые раньше в этом процессе не участвовали. Ну, во-первых, для того, чтобы повысить степень причастности и ответственности, а во-вторых, еще мне казалось, что если мы, ребят, вытащим за границей вот этих узконаправленных фич, узконаправленных областей требований, и раз в 2 недели они будут трогать продукт с разных сторон, то через время нам удастся как-то подтянуть вот этот вот уровень понимания бизнес-логики продукта в целом. Движимая такими благими намерениями, я, собственно, ребят привлекла на регресс, попробовали мы вместе порегрессить, ну и въехали в стройку сразу же, потому что стало понятно, что вот этот вот совместный регресс вообще ни одну из наших проблем не решает. Более того, он эти проблемы только обострил. Ну, например, я увидела, что разные люди у нас отстают на одних и тех же блоках каждый раз. Понятно, потому что у нас вообще отсутствовал тогда какой-то организованный процесс регресса вот на таком масштабе. Ну и это отсылка также к разному уровню хардскиллов, конечно. Также я увидела, что у нас люди вообще не понимают, как работает продукт. И это выражалось в дичайшем каком-то количестве багов, причем эти баги все были с приоритетом, если не крит, то блокер. И еще надо было во все возможные чаты покричать о том, что у нас, блин, баг, и мы тут сейчас все умрем. Хотя на самом деле происходили совершенно штатные вещи. Там, например, кто-то что-то тестил, получил 503 ошибку сервера, подумал, блин, обвалился бэкэнд, сейчас буду всем писать, искать девопсов, а на самом деле просто накат на базу данных идет, как бы иди, ну попей чай 15 минут, придешь, будет все ок. Есть вообще система мониторинга, туда можно посмотреть, как бы, и ты поймешь. Но люди тогда об этом не знали. Либо там что-то тестили, тоже попали на непонятный какой-то флоу, испугались, завели баг, кинули его в Android. Так, кто-нибудь потом разберется. А на самом деле просто заехала новая фича, поменялся флоу, ну тест-кейсы еще не актуализировали. Ну и самое классное, что-то тестили, что-то идет не так. Не смогли локализовать, завели, кинули в Android. Там кто-нибудь разберется, на самом деле баг вообще не Android, баг бэкэнда, ну да ладно. Ну и приправим это еще все классическими проблемами распределенных команд из категории. Там Питер проспался, пришел, а Томск и Новосип уже ушли, и кто будет отвечать им на вопросы, непонятно вообще. Ну да ладно, а из-за этого мы заведем еще три одинаковых бага, потому что мы не знаем, заводили это уже в Томске, в Новосибири или нет. Ну кто-нибудь почистит потом. Ну классно, ладно. Если вот об этом, обо всем я знала, то после того, как мы порегрессили совместно, мы получили еще одну классную проблему — токсичность. Токсичность локаций в адрес друг друга, которая была как раз-таки основана на списке вот этих всех проблем. Потому что экспертов в Томске, например, бомбило от того, что люди заводят какое-то ненормированное количество вот этих багов, которые за ними надо перепроверять, закрывать, ловить за руку, чтобы они там, не дай бог, не улетели на соседний слой. А новичков бомбило от того, что какие-то там распальцованные чуваки в Томске закрывают их задачи без объяснения причин. Что за фигня? Если вы посмотрите вот на крайнюю картиночку с огнетушителем, то это вполне реальный персонаж по имени Егор. Он живет в нашем питерском офисе и, собственно, родился на свет он в тот момент, когда вот этот вот пригар начался. Итого, глядя на вот это вот все, я поняла, что окей, поджечь-то я подожгла, как тушить теперь непонятно, потому что народу много, горит хорошо. И вот тут вот я начала задумываться о том, что было бы неплохо, наверное, собрать какую-то группу экспертов, которая бы занялась решением следующих задач, которая бы выработала единый подход к регрессу, которая бы сократила, соответственно, этот регресс, как-то подумала над тем, как подтянуть качество, ну и, естественно, подумала над площадкой для шаринга экспертизы. И так совпало, что в тот момент, когда я начала прям плотно над этим думать, я училась на курсе у Александра Зизы и Вирны Штерн, ускоряя изменения, где мне в голову запала вот такая фраза Вирны. Не ждите, что к вам придет какой-то топовый дядька, там Стив Джобс или какой-нибудь ваш топ-менеджер. Рождайте смыслы сами. Рождайте смыслы на своем уровне, и именно такие смыслы станут самой эффективной мотивацией вашей команды когда-либо. Я поняла, где я ошиблась сильно. Я призываю ребят помочь нам порегрессить. Не дала им никакого видения, для чего это нужно. Дело в том, что все QA у нас находятся в своих фичекомандах. И вот там-то им как раз все понятно. У них там каждый спринт есть спрингол, да, вот есть своя команда, все ясно. А вот для чего они собираются раз в две недели с этими людьми там в трех локациях что-то делать, кому-то помогать, а зачем вообще. То есть вот этого видения не было ни у кого. И тогда я решила начать сначала. И решила собрать всех очно в одной локации, как бы это ни было трудно, для того, чтобы, во-первых, познакомить ребят, чтобы все за аватарками в сети увидели реальные лица, поняли, что у нас нет социопатов, нет неадекватных. И, в общем-то, все одинаково болеют за продукт. Просто из-за отсутствия настроенных процессов мы тянем, как лебедь, рак и щука, в разные стороны. И, конечно же, мне хотелось, чтобы ребята после этого уже попытались самостоятельно сформулировать цель нашей совместной работы. Мы так и сделали. Мы собрались летом 2019 года. Все познакомились. И вот после этого у нас родилась такая цель. Выпускать качественный продукт быстро, чтобы наш заказчик и пользователи были довольны. Ну, где качественный и быстро, это отсылки все-таки к желаемому сокращению ТТН и к восстановлению уровня качества. Еще раз акцентирую ваше внимание на том, что это вот не я им там надиктовала, не я за них написала. Это реально было часа два или три мозгоштурма, когда там 25 человек пытались договориться, ради чего вот это вот все. А вот после того, как цель была сформулирована, я предложила ребятам провести небольшой мозгоштурм на тему того, что же нам мешает этой цели добиваться. Мозгоштурм построила на базе книжки Патрика Ленсиони «Пять пороков команды». Книга довольно известная, останавливаться на ней я не буду, просто покажу вам картинку с нашего флипчарта, где мы действительно каждый порок прорисовали, проговорили. Благо в нашей команде они были все очень колоритно представлены, поэтому потратили мы вот на такой мозгоштурм реально около восьми часов. И вот в тот момент, когда он шел, я поняла, что у нас наступил переломный момент в коммуникациях, потому что когда цель была не навязана команде извне, а была сформулирована ими самостоятельно, степень мотивации была совершенно иной. То есть ребята реально были заинтересованы в том, чтобы понять, как дойти до этой цели. И когда мы разъезжались после встречи, ну заряд комьюнити был такой мощный, что там все говорили о гигей, да мы следующий регресс вообще за день бахнем, у нас там соседние платформы в сторонке покурят нервно. Но я думаю, что как любой из вас, кто когда-либо пытался людей вокруг какой-то глобальной цели сплотить, я понимала, что вот такая встреча, она очень классно работает, чтобы дать толчок в каком-то направлении. Но если не подогревать потом вот этот вот настрой какими-то регулярными действиями, то мотивации хватит, ну в лучшем случае, на месяц. Поэтому мы договорились, что начиная с текущего момента мы начинаем проводить раз в две недели встречи гильдии. И так как первыми нашими целями было все-таки систематизировать процесс регресса, мы посвящали первые полчаса нашей встречи обсуждению прошедшего регресса. То есть вот мы выпустили релиз, встретились, и сразу по горячим следам начинали разбирать, что шло не так, что можно улучшить. Но так как не только релизами едиными мы живем, и у нас есть еще обычные двухнедельные спринты, когда там мы пишем тест-кейсы, ревьюем код автотестов, тестируем требования, и именно вот в этом производственном цикле возникают вопросы, когда хочется посоветоваться с коллегами или набросить оптимайз на какой-то процесс. Обсуждение вот таких инициатив, вопросов, болей мы стали посвящать вторую половину встречи. Получилось так, что раз в две недели мы в течение часа очень плотно-плотно обсуждали наш процесс. И вот здесь вот я увидела такие интересные вещи, которые я не видела раньше, потому что ребята начали озвучивать такие боли, как, например, нам непонятно, как вообще распределяются регрессионные блоки. Почему вот я прихожу каждый раз, и мне достается вечно этот хелп? Вот я не хочу хелп тестировать, я хочу там зачисление на карту. Кто-то не понимал, как вообще эти блоки уравновешены. Почему кто-то справляется за два часа, а я вот тут восемь часов каждый раз буксую? Ну, тут еще у меня релиз инженеры всплакнули, чем сильно меня прям удивили, когда сказали, что нам вообще визуально не очевидно, как у нас проистекает процесс выпуска, мы тут не видим, кто где забуксовал, не можем оперативно управлять. Ну, короче, много инсайтов я словила за эту встречу и за эти встречи. И получилось так, что когда начали мы постоянно проговаривать эти боли, нам потребовалось меньше, чем полгода, для того, чтобы процесс регрессионного тестирования изменить вообще тотально. Мы его поменяли в корне и ускорили процесс регрессионного тестирования в два раза за счет того, что вот обсуждая эти боли, мы нагенерили критерии формирования регрессионных блоков. Мы нагенерили, наконец, алгоритм распределения этих блоков там по исполнителям. Я думаю, что сейчас любому джунлу в нашей команде понятно, как вот это вот все происходит. Наделали, естественно, там дашбордов всем страждущим, релиз инженерам свои, куэям свои. Я знаю, что даже нашими дашбордами неожиданно разработка стала пользоваться. Ну, классно. В общем, совершенно дешевый канал коммуникации. Мы встречаемся в онлайне, в Microsoft Teams раз в две недели. Ничего не стоит, а выхлоп оказался вот таким феноменальным. Но я хочу вас сразу предупредить, что если вдруг вы захотите строить свое профессиональное сообщество на базе вашего какого-то животрепещущего процесса, вы должны быть готовыми к тому, что у людей будет гореть. Особенно после каких-то там форс-мажоров. И люди могут друг с другом прям выяснять отношения очень эмоционально, очень жестко. И поэтому в вашей команде обязательно должен быть хороший медиатор конфликтов. Я вообще сейчас себя похвалить не хочу, но я вот, к сожалению, до сих пор эту роль там выполняю. Несмотря на то, что мы собираемся уж скоро, наверное, месяцев восемь, как у нас классное отношение внутри комьюнити, но, блин, иногда загорается в каком-то месте, где ты вообще не ждал. Или наоборот, идет какой-то нудный холивар, он почему-то уже 15 минут идет, эта тема должна была умереть, но нет, блин, они ее обсуждают. И вот надо ее пристрелить, бывает, и сказать, ребят, давайте дальше пойдем уже как-то. В общем, по этой же причине, кстати говоря, мы отказались от наброса каких-то там горящих тем в середине мероприятия, потому что нам несколько раз такие набросы просто тайминг ломали. Если время остается, то тогда окей, давайте набрасывать, побьем друг другу лицо, чего бы нет. Окей, подытожим. Получилось так, что за счет вот этой вот встречи в онлайне раз в две недели нам действительно удалось решить первые две задачи. Мы выработали единый подход к регрессу, мы ускорились. Пришло время подумать о восстановлении качества. Ну, понятно, про восстановление качества невозможно говорить без роста экспертизы. Тут я решила далеко не ходить, думаю, так, у нас же уже есть вот эта встреча часовая, давайте мы к ней еще полчаса прилепим и начнем друг друга учить, учитывая, что в сообществе всегда есть какие-то запросы на обучение. Кто-то там хочет, например, снифером научиться пользоваться, чтобы ошибки от сервера мокнуть. Кто-то хочет, чтобы ему объяснили, как же наконец-то безболезненно протестировать пуши на нашей интеграции. Это не те пуши, которые вы себе там можете из Firebase покидать. Это вот такие пуши, когда надо там заставить два микросервиса провернуться, базу данных, Firebase этот пуш доставить, потом еще отчет о его получении по этой цепи прокатить. Ай да, кэш еще потом надо грамотно сбросить, так, чтобы из бэкэмда не пришли, не сказали, блин, клиентский, опять какую-то фигню на комителе руками своими кривыми. Короче, уберите свои руки из нашей базы данных, пожалуйста. Вот, короче, такие запросы, они есть всегда. И самое главное, что есть эксперты по этим темам. Я подумала, что было бы круто, если бы эксперт расшаривал прямо в моменте монитор и показывал, что поселектить, что поапдейтить, как логи пофильтровать. Так у нас появился вот такой виш-лист. В конфлюенсе ребята приходят и сами вписывают темы, которые они хотят послушать или которые кто-то хочет, например, рассказать. Приходят коллеги, тут лайкают, ну и если тема популярна, то она попадает в анонс. Вот, казалось бы, что проще. Я была уверена, что полетит, но нет. Мы начали проводить метапы и грабли собирать мы начали прям с первого. Первые грабли заключались в невнятных анонсах. Как раз вот с этими болящими пушами, когда сообщество уже плакало в голосину, наконец-то нашелся человек, который сказал, блин, да там все просто, я вам сейчас за 15 минут все расскажу. Приходят ребята на метап, включают все запись монитора, ждут. Сейчас он будет им показывать, как селектить, как апдейтить. Он приходит и полчаса им рассказывает, как вообще комплекс устроен. Ну там, какие микросервисы есть, как они между собой общаются. Заканчивается доклад, народ такой, блин, а где апдейты, как кэш-то сбросить. В общем, с тех пор мы договорились, что анонсы должны быть внятными, что все прям 100% четко должны понимать, что мы будем обсуждать. Следующие грабли мы собрали на втором метапе, когда у нас девчонки из двух разных команд решили поделиться опытом, как затаскивать большую фичу совместно несколькими командами. Для нас это актуально, потому что у нас лес, и мы очень часто там вынуждены кооперироваться. И всем было интересно, все-таки тоже запись включили, ждут. А девчонки что-то испугались рассказывать устно, взяли и начали с листочка читать. Ну и понятно, всех усыпили через пять минут. Поэтому теперь, отныне, какая бы кривая ни была, но все-таки своя речь. Ну и последнее. Через три-четыре метапа народ взбомбился. Пожалуйста, давайте перенесем куда-то эти метапы, потому что очень тяжело сначала час спорить, активно обсуждать процесс, а потом еще полчаса что-то новое усваивать. Короче, спасибо метапам за опыт, конечно, но пока что не зашло. Однако, я все еще свято уверена, что это самый дешевый, эффективный канал обучения для нас, поэтому будем экспериментировать. И вот сейчас, например, у нас уже идет эксперимент, мы метапы перенесли на начало встречи, и мы сначала учимся, а потом уже там мозгоштурмим. Так или иначе, ну что-то успешно, что-то нет, я вам вот сейчас дала текущую конфигурацию того, как мы работаем по сей день. То есть мы реально вот раз в две недели собираемся, мы учимся, мы обсуждаем. И вроде все здорово, вроде процессы меняются, вроде эффект есть, но мне постоянно вот в этом нашем общении чего-то не хватало. И это что-то была нотка личной коммуникации. Потому что, как я уже сказала, мы распределенные, мы в трех локациях находимся, и имея, ну, немаленький опыт работы с распределенными командами, я не верю в историю о том, что одна очная встреча способна всех и вся зарядить на эффективные коммуникации. Так не работает. И мне хотелось точечно, но добавить личного общения между командами. Тогда я придумала такой элемент геймификации, как командировки. Благо, мы можем их себе позволить. Я анонсировала ребятам, ребят, будем ездить в командировки, наверное, с вами понемножечку. И люди так обрадовались, когда я завела страничку поездок, графика поездок в командировку, туда очередь записалась до конца 2020 года, и все, естественно, в Питер. Ну, понятно, когда у вас Сибирь в локациях, и Питер, все хотят в Питер. И мне пришлось после этого прийти и табличку жестко проредить, объяснив всем нашим джунам, что я как бы вообще не понимаю, какую ценность ты можешь в своей локации принести. Моя ошибка была в том, что я ребятам не рассказала, в чем этот элемент геймификации заключается. Потому что поехать можно, но поехать могут не только лишь все. Поехать могут те, кто может в выбранной локации принести какую-то пользу или наоборот там забрать экспертизу и притащить ее к себе. Например, вот это чаще всего работает на каких-то новых сложных фичах. Команда, фича команда затаскивает фичу, естественно, Куэй в команде становится экспертом. Вот для него там заранее сразу же куплены билеты в соседние локации. Он прилетает на регресс туда, садится с ребятами и там в моменте им показывает, как окружение настроить, опять же, как логи посмотреть. Потому что, ну, я думаю, что все знают, вот как бы классно наши онлайн-каналы не работают, вот бывает супер важно, чтобы с тобой за один монитор кто-то сел, тебя там потыкал, пальцем сказал, вот сюда это значение передай и все у тебя заведется. Также это не единственная возможность. Если ты инициативный, хочешь там у себя, например, создать какой-то обучающий курс, то тоже коммундировка вполне себе канает для этого. Есть у нас один сейчас инженер в Питере, который хочет ввести своих коллег в проект автотестирования. Вот он несколько месяцев назад приехал к нам в Томск, потому что у нас эксперты по автотестам в Томске. И мы там в течение трех недель прям плотно штурмили программу обучения, опрувили ее, и вот скоро будем запускать. Ну, или там выдвинул ты инициативы, например, по улучшению инфраструктуры, хочешь в другой локации потестить, тоже окей, потому что у нас там схемы доступов разные, сетевые схемы разные, это тоже нормально. В общем, так или иначе, когда я задумывала вот эту вот игру, она мне реально виделась просто как элемент, ну, проветривания инженеров. И я ее тестировала в конце 2019 года на протяжении одного квартала. Ездили мы не часто, ездили где-то раз в два релиза, ну, то есть там раз в месяц, по 2-3 человека, не больше. Но когда я проанализировала результаты этих поездок, я была очень удивлена, потому что вот эти командировки закрыли мне потребность в шаринге экспертизы, которые я ждала от митапов, которые не завелись. Оказалось, что вот хватило-то буквально там трех месяцев поездок экспертов для того, чтобы экспертизу действительно растиражировать по локациям. И у нас наконец-то исчезл вот этот дикий разрыв, когда там в одном городе все знают, а в другом не знают ничего. Получилось круто. Для продукта польза ясна. Ну, для инженеров, я думаю, тоже. Это возможность проветриться, посмотреть другой город, пообщаться со своими коллегами. Классно отработало. Итого, за счет командировок, по большей части, нам удалось восстановить качество релизов, потому что мы научились шарить экспертизу. Ну, и того. Здесь вот я вам привожу те активности, которые наше сообщество пробовало применять. И они расположены сверху вниз. Самое жирное, самое яркое. Внизу, это, конечно, все-таки наши встречи, куэй-пати в онлайне раз в две недели. Потому что это был самый дешевый канал, а выхлопы он дал больше всего. Помните, я сказала, что мы сократили регресс в два раза. Вот в цифрах это выглядит как регресс с трех до полутора дней. Это не предел. Я верю в историю о том, что мы можем регрессить быстрее, можем регрессить меньше, чем за день. Будем работать над этим. Конечно же, в это тоже сделали свой вклад командировки, потому что мы подтянули экспертизу. Ну и если вы мне зададите вопрос, а в чем вы качество-то измерили, как вы поняли, что у вас качество выросло? Качество я измеряю достаточно просто. Качество я измеряю количеством хотфиксов на количество выпущенных версий. Вот здесь я привела немножко статистики с 2018 на 2019 год наших релизов. И внизу, как вы видите, есть хотфиксы красным подсвеченные. Вот в 2018 году для нас реально было нормой раз там на 3-4 релиза выпустить хотфикс. А вот с 2019 года, когда мы начали уже гильдии собираться, и мы начали постоянно штурмить процессы и стали их улучшать, у нас практически нет хотфиксов. Да, здесь неполная статистика, но я вам могу сказать, что при частоте поставки раз в две недели за весь 2019 год мы выпустили всего 4 хотфикса. И это, причем, хотфиксы были не клиентские, а больше там наши, бизнесовые, когда мы, допустим, какое-то событие Google аналитики вдруг потеряли. В общем, я считаю, что это успех. Хотя вы можете со мной не согласиться, конечно. И это еще не все. Получилось так, что вот эти активности, которые были направлены на решение совершенно продуктовых проблем, принесли нам еще несколько положительных сайд-эффектов. Ну, конечно же, это тюнинг софт-скиллов, потому что мы стали постоянно общаться, и тут уж тюнить пришлось, хочешь не хочешь. Но самое главное, вспомните картинку про собачку в огне и про токсик вот этот. Когда мы только начинали встречаться, горело вообще ужасно. Реально там надо было постоянно тушить, тушить каждые 2 недели. И горело в формате кто виноват. Вот ты виноват, ты поздно пришел, что ты ушел, никому не сказал, твой блок застрял, его никто за тебя не дотестил, что вы мне не помогли, я тут застряла, что ты никому не сказал, что ты застрял. Вот эти постоянные поиски, которые, естественно, ни к какому там результату не приводили. И мне приходилось каждый, каждый вот такой конфликт ребятам говорить, давайте перестанем виноватых искать, давайте мы проблему возьмем, будем ее решать. И со временем, когда мы стали внедрять решения, наспоренные решения уже в наши живые процессы и видеть какой-то результат, вот здесь отношение к конфликтам изменилось очень сильно, потому что, когда ребята увидели реальный импакт именно от конструктивных конфликтов, никому не стало интересно искать виноватых. Спорить любят по-прежнему, мы спорим каждые две недели, горит тоже нормально, но горит за процессы, и это очень круто, потому что, когда люди спорят за процесс, это показывает, что они неравнодушны к нему. И более того, появились инициативные люди, новые лиды потихоньку, которые стали брать на себя ответственность, окей, я вот наспорил это решение, я его пойду внедрять сейчас, ну и потом посмотрим, что получится. Уже за вот этими новыми лидами тянутся наши джуниоры. И вот это вот те бонусы, о которых я даже мечтать не могла, когда там вот эту стройку века все затевало. Ну и вы меня спросите, что, хэппи-энд что ли? Я скажу, да, но нет, потому что пришел 20-й год, в 20-м году у нас новые цели, и в этот раз уже не только продуктовые, но и цели самой гильдии, потому что, как я вам сказала, если в 19-м году мы притирались и учились друг с другом общаться, то сейчас нам внутри там своего Android-комьюнити очень тепло, уютно, замечательно, но мы уже готовы к тому, чтобы подсмотреть, что там у других комьюнити происходит, что там в iOS делается, поделиться какими-то практиками с бэкэндом с нашим, поэтому однозначно в этом году мы будем общаться. Вот буквально после этой конференции я вернусь на работу, и у нас будет уже первая встреча кросс-платформенного комьюнити. И есть еще такая цель по развитию гильдии. Она скорее моя на самом деле, чем ребят, но опять же мне очень хочется дать ребятам несколько более широкий вижен вообще происходящего в продукте, потому что иногда мы там замораживаем какие-то направления, ребята не понимают почему, или наоборот драйвим какие-то в области требований, зачем, почему это важно для бизнеса, или там может быть и у разработки, у нашей формат кода ревью поменялся, на нас это тоже вообще-то непосредственно влияет. И вот эти вещи все тоже хочется рассказывать, поэтому начали выпускать блок с обзором новостей, посмотрим, как он наши кругозоры расширит. Ну а если говорить о продуктовых целях, то помните, я говорила о том, что у нас был бас-фактор в виде единой выпускающей команды, сейчас его нет, но тем не менее процесс релиза мне все-таки не очень нравится, он непрозрачный, очень тяжело в него онбордить людей, поэтому будем однозначно работать над его упрощением, будем работать над снижением порога входа в проект автотестирования, там тоже есть что работать. Ну и, конечно, будем смотреть на продукт, потому что продукт динамичный, он меняется, в зависимости от этого могут требоваться какие-то там новые хардскиллы. Вот, такие амбициозные цели у нас на 2020 год. И завершая свой доклад, вам я хочу сказать, что если вы давно искали точку опоры для построения гильдии, но не могли ее найти, или наоборот, вы, может, не хотите совершенно никакой комьюнити строить, никакую гильдию формировать, но наверняка же у вас есть производственный процесс, который всегда есть куда улучшать. Попробуйте собрать вокруг него группу энтузиастов, и, скорее всего, в вашем случае сработает тот же кейс, что и у нас, когда одна голова хорошо, а две лучше. У меня все. Спасибо. Надежда, спасибо большое. Очень интересный жанр таких эволюционных докладов. Ну и пока наши волонтеры собирают вопросы из зала, вам традиционный наш подарок. Спасибо. Докладчику, да. И блок вопросов. У нас достаточно времени. Минут 15. Первый ряд. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Очень круто, потому что я тоже нечто подобное делаю у нас в компании, то есть участвую, можно сказать, в формировании сообщества. И очень крутой опыт у вас с очными метапами, даже несмотря на то, что там на первом этапе негативный, с конференциями. Очень классно. Но по опыту сбора людей очного, могу сказать, что даже в одном здании бывает очень сложно людей реально в одном месте, и в одно время собрать. И как быть? То есть вот у вас еще был такой, вы упомянули, что в Питере документацию пишут одним образом, в Новосибире другим. Вы в итоге решили как-то эту проблему? Или это у вас планируется? То есть что насчет вообще документирования, может быть, итогов метапов, то есть какие-то краткие выжимки, именно текст я имею в виду, потому что очень много сказали про очное. То есть пишете ли вы видеозаписи этих метапов для тех, кто болеет или в отпуске в это время, или не смог прийти, или спал, то есть там не выспался. И что вот с текстом итоговым? То есть будете ли вы писать, как насчет документирования всего этого? Да, конечно. Я, конечно, говорю, что это очный формат, но он онлайн-очный формат. То есть так как у нас три локации, мы очно-то собраться не можем в одной точке. И мы собираемся в Microsoft Teams, мы пишем все наши встречи, обязательно эти видео сохраняются. И так как заранее у каждой встречи есть анонс вопросов, которые мы будем обсуждать, мы пишем краткие итоги со ссылками, так же, как это проходит на обычных ретроспективах, если кто-то берет себе задачу, и он, допустим, вписался написать статью по ней, то мы потом прилагаем там же на этой страничке в Confluence, что результатом обсуждения стала вот такая статья, ей можно пользоваться. При этом там еще, допустим, в блоге этого же месяца, если статья процессная, она как-то повлияла на изменения в процессе, мы еще раз подробно расскажем о том, что, ребята, вот теперь мы, допустим, там Google Аналитику тестируем вот так, и там не 30 кейсов пишем, а 2, потому что. Ну и там статья объясняет, почему. Если ответить на вопрос, как мы договорились о формате документации, то это были, наверное, наши первые две встречи, когда мы только начали, потому что эта проблема нам реально просто процесс блокировала, мы не могли работать. И как раз, когда я говорю о том, что горело, это вот были самые-самые жаркие дебаты на тему того, в каком формате мы будем жить. Спойлер, ну, переехали мы в Zephyr, пишем тест-кейсы, потому что на таком масштабе, как у нас сейчас, сейчас на самом деле нас уже не 25, уже больше инженеров, уже больше 30, ну, не работают чек-листы, потому что они не информативные. И, опять же, для тех же релиз-инженеров у нас дашборды построены на пробегании вот этих кейсов, они видят, сколько там чего, пас, фейл. Поэтому, конечно, все это фиксируем. И, ну, из последнего такого самого забавного, наверное, как раз у нас был метап по пользованию снифером. Ребятам так понравилось, все его поставили, там этот Чарльз на следующий день, а потом пишут в чат, слушайте, у нас тут разработка тоже хочет себе поставить, как бы нам им расшарить вот этот видос. Ну, и мы подумали, может, стримы начнем уже записывать, как бы, чего нет. Так что вот. Спасибо. Да, видимо, хакеры все внутри, всем интересно. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Интересно, кто вас занимает, ну, вот насчет блога с новостями. Интересно, кто у вас этим занимается, насколько много времени это занимает? И пришлось ли как-то продавать эту идею начальству, чтобы обосновать, что вы будете тратить на это время? Честно признаюсь, занимаюсь этим пока что только я, потому что, ну, именно продуктовый вижен, про который я говорила, ну, он, наверное, есть только у меня, потому что я достаточно много общаюсь с продуктовнером, общаюсь с следами соседних платформ. Написание одного блога, одного выпуска блога у меня занимает, ну, где-то порядка 8 часов такого качественного с подбором контента, картинок. Ну, и пишу я его где-то там на коленке в свободное от работы. Например, за январь я ребятам задолжала, еще его не выпустила, в самолете допишу, наверное, как-то так. Здравствуйте. Надежда, я хотел сказать, что вы молодец, потому что виден большой объем работы, и действительно это круто. Я хотел вот спросить. Из вашего доклада видно, что вы привели к одному базису именно знания всех команд, и там сделали единый подход. И вот теперь вопрос. Как вы планируете решать вопрос, если у вас вот эти люди с этим, с определенным уровнем знаний, они будут уходить? Как вы будете поддерживать? Так, что новые люди, вливаясь, они будут знать вот эту всю информацию? Вы же не сразу наработаете, сможете пригласить этого QA, допустим, в определенный город, чтобы он узнал всю бизнес-логику и так далее. Как вы решаете именно вопрос дальнейшего поддержания этого уровня знаний у новых членов команды? Ну, а у старых понятно это уже. Поняла, смотрите. Да, конечно, мы не можем человека взять и прямо на завтра выдернуть, чтобы он побежал всем там рассказывать, как что работает, как работает новая фича. Но у нас достаточно хороший уровень документирования в компании. У нас есть отдел системного анализа и когда формируются новые фичи, когда они затаскиваются, под каждую фичу есть вот такая большущая подробная статья, которую начинает писать системный аналитик, ну, насколько он может ее написать. И потом команды могут ее докручивать там до разного уровня детализации. В каких-то статьях есть даже там совершенно техническое мясо, вот как раз скрипты какие-то, настройки определенных баз. И, естественно, под каждую фичу у нас есть некие релизные политики. Когда мы принимаем фичу, мы требуем в обязательном порядке, чтобы у фичи как раз была статья с требованиями и был минимальный набор приемочных тест-кейсов, в которых будет, конечно, будут все прикондишены, будут посткондишены для того, чтобы люди хотя бы могли пройти по флоу и вообще вчитаться, о чем была фича и разобраться. Как правило, вот этих вот знаний их хватает для того, чтобы человек даже там уровня джуниора по флоу прошел. Да, он не поймет, скорее всего, там, как все сцепки интеграции между собой работают, но для того, чтобы по флоу пройти, ему будет этого достаточно. Если что-то, каких-то знаний не хватает, опять же, есть аналитики, есть большая группа людей, которая может вникнуть, может помочь и объяснить. Но, как правило, на самом деле, вот сейчас при нормальном качестве документации у нас такой потребности практически нет. Мы больше учим друг друга, когда ребята приезжают, что-то вот лайфхачить. Вот там сказать, что смотрите, на самом деле, вот тут есть кейсы, но из них там пять, это один класс эквивалентности. Я уже вычислил, что можно проверить на самом деле один. Остальные четыре, скорее всего, тоже будут ок. Поэтому, если вы там не успеваете, ну вот это проверьте, остальные за ним потянутся. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня вопрос о мотивации. Как вообще заставить людей на вот этих встречах гильдии заявлять о своих проблемах, спрашивать вопросы, о чем они хотят научиться и читать вот эти тренинги? Спасибо. Вопрос сложный, наверное, потому что для того, чтобы людей заставить делиться болями, ну, вероятно, люди должны быть очень пассивными. Я пришла к именно формированию процесса в тот момент, когда у нас точка кипения была прям очень высокой. То есть люди сами охотно делились болями, недовольством в адрес друг друга. Да, есть всегда, конечно, те люди, которые отсидятся и не будут публично говорить, но, наверное, для того, чтобы они поделились с тобой, ты должен им внушать доверие. Часто мне пишут ребята просто тет-а-тет, там в чатике делятся какими-то проблемами. Я, зная, что человек не хочет публично проблему анонсировать, могу ее подать от своего лица, сказать, что вот мне пришел такой запрос, давайте мы его обсудим. Тут нужен очень индивидуальный подход и просто нужно знать всех людей. Я часто обращаюсь к тем, кто отмалчивается, когда уже там активисты высказались, спрашиваю, ну, ребят, вам как? Если тема какая-то щекотливая, то просто анонимную голосовалку могу запустить, где мы что-то общим количеством голосов выбираем. Привет. Спасибо за доклад. Скажи, пожалуйста, вот ваши эти активности, все, которые вы вводили, они как бы, ну, вы к ним приходили как-то стихийно или в рецепте есть какой-то секретный ингредиент, который позволяет в какой-то момент остановиться, подумать, провести анализ, порефлексировать, подняться на ситуацию. Вот эти все штуки и понять, что мы сейчас тут не до бесконечности пожар будем тушить и выгорать, а нам прям надо найти проблему, она есть, что-то с ней сделать. Можешь чем-то поделиться, есть ли у тебя что-то такое? Спасибо. Ну, мы к ним приходили, да, больше стихийно, уже по факту, то есть, к сожалению, я не могу сказать, что наши меры, они проактивные, они очень сильно реактивные и мы, кого-то мы потеряли на этапе, когда вот эта вся притирка шла, это тоже нормально. Сейчас в моменте я стараюсь, конечно, следить больше за, во-первых, комфортом в коллективе, для того, чтобы такого не было, ну, то есть, за комфортностью коммуникаций между ребятами, а что касается самих процессов, то, ну, здесь, видимо, тоже, да, должны быть люди, вот эксперты какие-то, которые будут постоянно анализировать, что еще улучшить, для того, чтобы мы там через месяц опять где-то не въехали в стройку в одном из процессов и не знали, что с этим делать. У вас есть уже такие эксперты? Да, они есть уже и внутри нашей гильдии, и вот как раз таки сейчас мы будем формировать еще кроссплатформенную гильдию, в нее уже, конечно, не будут входить там все по 30 человек от каждой платформы, там будут только эксперты, это наши там ведущие, инженеры уровня и выше, это лиды, технические лиды, которые действительно имеют какой-то вижен, как можно что-то улучшить уже совместно на продукте. Спасибо за доклад, Надежда, очень интересно. Я хотел спросить, вот вы сказали, что у вас количество хотфиксов сократилось в 2019 году, и чтобы сократить это количество, вы перестали искать виноватых, когда хотфикс уже произошел, то есть условно перестали бросать людей на костер. Хотелось бы спросить, а что происходит после того, как вы сделали хотфикс? То есть пожар потушили, все хорошо, а дальше как вы исследуете проблемы, почему хотфикс произошел? И если, допустим, вы находите человека, который действительно где-то накосячил, то есть существует ли для вас понятие зоны роста или у человека действительно не хватает компетенции, с ним пора расстаться? Спасибо. Слушайте, нет, я не разделяю подход такой, потому что мне все-таки видится, что процессы должны быть настолько прозрачными, чтобы они не требовали от человека применения каких-то там ненормальных хардскиллов. часто мы можем просесть из-за того, что где-то когда-то при покрытии какой-то фичи тестовыми сценариями мы не предусмотрели определенный кейс. Кто-то не предусмотрел, да, ну окей. Как правило, не бывает такого, что мы заходфиксили из-за прям очевидного какого-то там факапа. Нет, как правило, это, ну, либо выстрелил какой-то очень сложный сценарий, на который действительно там не заложились, но бывает. Написали его, включили в обязательную регрессию, включили в смоук, стали тестировать. Но чаще мы ходфиксим больше по причинам, которые для нас совершенно неожиданные, в частности, просто по причине крашей, потому что там Android, это куча девайсов, это куча операционных систем, и бывает такое, что вроде бы на регрессионном тестировании все норм при всем нашем зоопарке, но мы выезжаем в прот, и, блин, понимаем, что у нас на там девятом Android какой-нибудь Honor крашится постоянно. Выстрелило просто на масштабах. Именно поэтому мы катимся, ну, естественно, не на 100% сразу, а там 30, 60, 100, для того, чтобы иметь возможность, если что, с публикацией сняться очень быстро, и подфикситься. Вот. Поэтому краши все наши связаны вот больше либо с какими-то нашими там нюансами работы с консолью, либо с аппаратной составляющей, программной составляющей, но не с тем, что какие-то были плохие кейсы. То есть у нас есть определенный формат работы, анализа над фичей, есть формат написания этих кейсов. Вот практика показывает, что если его придерживаться, то все будет хорошо, и виноватых людей не будет. Спасибо за доклад. Отличный доклад вообще. По несколько полевым точкам проехалось, и было очень приятно. Вопросы у меня два. Первое, как… Антон, ты мазохист. Прости. Вернее, спасибо, я знаю. Смотри, вопрос такой. Как вы решаете проблему Томска и Питера? У меня просто тоже есть разработчики в Томске, и довольно-таки интересно. То есть я когда просыпаюсь, они уже полдня вроде бы как отработали. Как у вас этот вопрос решается? Это первый вопрос. Я потом еще задам. Да, собственно говоря, особо мы эту проблему не решаем никак. То есть, видишь, мы же не работаем прямо на фуллтайме 8 часов постоянно вместе. У нас просто есть договоренность, что когда у нас идет именно совместная работа, регресс, то Питер, пожалуйста, чуть-чуть пораньше приходит на работу. И у нас есть в Томске люди, которые работают по питерскому времени. Ну, им так удобно. Они тоже там в отдаленных районах живут, и они приезжают вместе с питерцами, и с ними там до 9 вечера сидят, как бы им тоже ок. Хватает таких точек пересечения. То есть буквально там есть какой-то общий чат, и в нем есть представители от одной локации, от другой. Если у кого-то вопросы есть, то они пообщаются на эту тему. То есть у вас централизованный коутер такого формата работы нет? Смотри, у нас есть централизованные договоренности по всем общим продуктовым встречам. Вот когда идет глобальное планирование, когда идет глобальный product backlog, рефайнмент, где нужны представители всех команд, ну, просто как бы встреча забивается в календарь заранее. Это тоже выстрадано, то есть со всеми командами это обсуждали. Когда-то там на заре наш agile коуч сказал, так, я что-то не понимаю проблему, что Питер не может в 9 что ли приехать на работу. Я вот могу встать и приехать на работу. И мы все сказали, блин, чувак, ну как бы, ты молодец, конечно, но мы не можем. Поэтому давай мы будем начинать в 11, пожалуйста, как бы. Ну и окей. Мы в 3 начинаем, а не в 11. Всем нормально. Спасибо. И второй вопрос по поводу геймификации и командировок. Не было ли ситуации, когда кто-то обижался, когда не доходил до достаточного уровня, чтобы поехать? Были. Я как настоящий профессионал бы, я бы обиделся бы, вот если бы почти бы прошел. Были. Поэтому я икаюсь в том, что я очень-очень плохо эту активность завезла. Я не объяснила, в чем этот элемент заключается сразу. У меня очень сильно джуны пообижались, потому что они такие, ну а что же мы не боевые единицы. Ну и тут я потом с каждым уже отдельно общалась и говорила, что там, ну вот смотри, ты вот можешь там развиваться вот в этой области требований, станешь экспертом и поедешь, как бы будет все классно. А просто так, ну как бы, блин, дорого вас возить, ребята. Ну нормально. Это все потом тет-а-тет решается. Все, спасибо. Еще раз спасибо за доклад. Да, и друзья, последний вопрос. И перемещаемся в дискуссионную зону. Ну а кому нравится боль, не забывайте про наш чатик «Боль землида». Добавляйтесь. Всем привет. Да, Надежда, спасибо вам огромное. Хочется позвать, чтобы энергия не кончалась. У меня вопрос такой. Насколько легко проходит внедрение процессов? То есть понятно, что вы обсуждаете, что надо улучшить, но кто этим занимается? То есть только вы или там все-таки ребята, которые там, или вообще насколько это все проходит легко? Вот и второй вопрос. Проходит на самом деле достаточно трудно. Всегда какие-то изменения трудно внедрять. Даже если люди к ним готовы, все говорят, да-да, классно, давайте делать. Потом приходит время, и они этого не делают. Вот у нас до сих пор, например, есть проблема с ревью тест-кейсов. Именно не кода автотестов, а тест-кейсов, которые мы вот в этом зефире пишем по-русски, русским языком. Вот вроде бы как бы, ну такая штатная активность, но ее не любят. И у нас периодически на ревью на этом скапливается вот такой пул задач. Мы уже что только не придумывали, а давайте там субботники устраивать, четверговники устраивать, а давайте там еще в какой-то момент, в какой-то момент поработает и перестает жить. Или там, блин, не работает. Но занимаясь мониторингом не только я, то есть вот у нас есть в гильдии ребята такие там старшие плюс-ведущие, инженеры, которые хорошо ориентируются и в процессах, и в продукте. Они, да, за этим за всем поглядывают, и потом через время, если это не работает, я могу даже быть не в теме, они могут на очередной из встреч поднять вопрос, что-то у нас не работают четверговники, давайте менять формат. И вот так вот мы пытаемся постоянно конфигурить эти вопросы. Спасибо. И у меня второй вопрос. Это просто какие-нибудь метрики, какие у вас используются дашборды, просто примеры. Вот, к сожалению, метрик практически нет. Если говорить про дашборды, то у нас из дашбордов таких, которые прямо в тайминге, что-то в реал тайме показывают, это дашборды релиз инженера. Ну, потому что там быстро надо работать. То есть там у него действительно есть графики, он видит, кто с какой скоростью бежит, у кого там сколько кейсов осталось. Это, в принципе, стандартными средствами джиры настраиваются. И если говорить о том, кто, например, конкретно, в каком блоке, когда долго сидел, нет, такого нет. Не уверена пока, что нам они нужны. Наверное, нужны, но, в общем, пока что еще не подступали с ни с какой стороны. Спасибо за интересные вопросы. Ну и, Надежда, ваша почетная обязанность выбрать самый интересный вопрос, и мы вручим книжку. Самый интересный вопрос. Блин, вопросов-то было, на самом деле, очень много. Ну, наверное, самый интересный вопрос был Антона, который очень любит боль про взаимодействие Томска и Питера, потому что ты в яблочко попал. Да, это вопрос больной и такой очень щекотливый. Вручите, пожалуйста, книжку про боль. Спасибо. 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 Продолжение следует...